Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у меня в гостях режиссёр Александр Смолянский. Здравствуйте. Здравствуйте. Режиссёр и соавтор фильма «Аскар». Правильно я вас спросил? Абсолютно правильно. Это фильм об Аскаре Рабине, одном из организаторов бульдозерной выставки 1974 года, которая прошла в Москве, была разогнана. И, кстати, интересно, что ведь Юрий Андропов, который тогда отдыхал, если не ошибаюсь, Кисловодский, он был крайне раздосадован тем, что выставку разогнали. Вот говорили об этом с Аскаром, Рабине? Да, я говорил об этом с Аскаром. Естественно, Аскар не мог знать, какая была настоящая реакция Андропова, но слухи такие ходили, потому что те дуболомы, которые это сделали, они, в общем-то, работали как-то так довольно грубо. А, по крайней мере, считается, легенда такая, что Андропов предпочитал более какие-то тонкие действия. Так что вполне возможно, что он был недоволен. Здесь интересно ведь, что в советском законодательстве не было законов, которые запрещали бы проведение выставок под открытым небом, и в этом как раз главная коллизия заключалась. Ну, знаете, в советском законодательстве много чего не было. Например, не было в законодательстве запрещения общаться с иностранцами или с западными дипломатами, а попробуй пообщайся. Поэтому не так интересно, наверное, что было или не было в советском законодательстве, а интересно то, как вот эти запрещения, собственно говоря, проводились в жизни. И когда... Если хотите, могу немножко рассказать про бульдозерную выставку, да? Дело в том, что бульдозерная выставка – это такой, ну, что ли, акт отчаянный был художников, потому что всё, что хотел Оскар и его друзья – это, собственно говоря, просто работать, чтобы к ним никто не приставал, а работать и хотелось бы, естественно, и выставляться, да? И желательно было бы ещё и продавать картины, потому что никто не хотел, собственно, работать в кочегарке утром и днём, а ночью рисовать картины. Вот. Поэтому они многократно пытались выставиться, они пытались... Они, естественно, не были членами Союза художников, они пытались выставиться, они писали какие-то просьбы выставиться в одном ДК, в другом ДК, в одном научно-исследовательском институте, в другом. Вот. Один раз даже у них получилось с помощью Александра Глейзера. Ну, мгновенно закрыли через час. Да. И когда такой замечательный художник Виталий Комар как-то пожаловался Оскару и говорил, что, слушай, ну, надо выставиться, надо выставиться как-то, и сказал, что вот в Париже люди выставляются на Монмартре, да даже и в Польше выставляются просто на улице, и сказал, что надо вот выставиться, но я, собственно, не умею это всё делать, потому что вот вы... Оскар был намного старше, чем Виталий Комар, вот вы всё это знаете, вы прекрасно это всё понимаете. Вот. И Оскар говорит, хорошо, будем выставляться. Они разослали приглашения, с одной стороны, художникам, которым сказали, что если хотите, можно выставиться. Это на московском пустыре в Беляево было. Вот. А если не хотите, ну, значит, не хотите. И интересно, что далеко не все захотели выставиться. И несколько художников, очень известных сейчас художников, они под разными предлогами, по разным причинам. Может, даже это не предлоги были, они совершенно откровенно не хотели, объясняли почему. И как раз они в нашем фильме сейчас, вот сегодня в 18.30, в мемориале Жаниса Липки будет этот фильм показываться, и там как раз с экрана звучит, почему они не хотели. Но ведь Оскар ведь тоже говорил о том, что он боялся, особенно... Абсолютно. Это тоже будет звучать в нашем фильме, потому что Оскар был человек, в общем, очень прямой, честный. И когда я с ним на эту тему разговаривал, он все время как-то так вот говорил, вы только не думайте, что я такой смелый, я ужасно боялся. И более того, пока в тот день, особенно, когда он ехал уже на метро к пустырю в Беляево, он чувствовал, что его могут арестовать, могут его сослать. Более того, его действительно арестовали по дороге, и обвинили в том, что он похож на человека, который украл какие-то часы. Специально продержали его некоторое время в комнате милиции. И когда он приехал, как он говорит, что как раз вот уже на этом пустыре люди в штатском разгоняли. Но, тем не менее, когда он появился, это придало второе дыхание. Тем более, что там была масса иностранцев, множество западных корреспондентов. Довольно много было просто московской публики, которую удалось оповестить. Естественно, никакого интернета не было. Фейсбука тогда тоже не было. Да-да, ни Фейсбука, ни интернета, ни радио, ни телевидения официального, я имею в виду, нельзя было задействовать. Но, тем не менее, было довольно много народа. Ну, а после этого произошло то, что, знаете, бывает, наверное, в жизни каждого человека, когда, вот знаете, Марк Твен говорил, что каждому человеку судьба стучится в дверь хотя бы однажды в жизни. Но очень часто он сидит в соседнем пивном баре и пьет пиво. Вот. А вот Оскар как раз не сидел в соседней пивной. А бульдозерная высадка действительно, наверное, стала таким звездным часто. Но я к этому вернусь. А интересно, наверное, то, что Оскар, человек абсолютно интеллигентный, в очках, спокойный, абсолютно не похож на бойца, проявил какие-то чудеса смелости. Он же повис, да? Да-да-да, совершенно верно. Когда на требование людей в штатском разойтись немедленно, свернуть картину, убрать и убираться, все сказали, что нет. На них пошел бульдозер заранее приготовленный, потому что они имитировали... Озеленение территории. Да-да, они имитировали озеленение территории, совершенно верно. Вот. И Оскар, видя, что бульдозер идет на картины, бросился на этот бульдозер. Ну, просто какой-то невероятный шаг. Если вы посмотрите на фотографию этого человека, ну, кто мог поверить? Повис на лезвии бульдозера. Рядом повис его сын Саша. И рядом же с ним повис вот приятель какой-то Саша, тоже молодой парень. Вот. И дальше, в общем, было совершенно непонятно, что делать. Вот, как говорится в нашем фильме, такой художник Эрик Булатов. Он говорит, что если бы ни один американский корреспондент, по-моему, американский, я не помню, какой-то западный корреспондент, то вообще неизвестно, что бы получилось. Потому что он просто вскочил на подножку этого бульдозера и заставил человека, который им управлял водителем бульдозера, восстановить эту машину. Но, тем не менее, там переломали кучу картин. После этого в лучших традициях, тоталитарных режимах эти картины все еще побросали. Там на месте был разожжен костер. Куча, ну, не куча, в общем, я не знаю сколько, но достаточное количество картин было сожжено. Такой сюжет Рэй Брэдбери, кстати. Абсолютно. 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 451, да. Вот. После этого их закатали в милицию. На следующий день они предстали перед судом. И пять человек предстали. Ну, троих сразу же со штрафом, по-моему, 40 рублей отпустили. Такие очень вегетарианские. Были времена 40 рублей и все. За сопротивление милиции, за сопротивление властей всего 40 рублей. Ну, сколько 40? Треть зарплаты, да? Вот. Это не нынешние штрафы, там, в миллионы рублей, да? Вот. А двое человек, вот, прекрасный фотограф Владимир Сычев, который, собственно, отснял несколько пленок и передал западными корреспондентами все, что там было. И, собственно, благодаря ему весь мир узнал, потому что на следующий день это была просто всемирная сенсация. Они газеты, типа, там, Нью-Йорк Таймс, каких-нибудь французских газет, а они вышли с заголовками, смотрите, что советы делают с обыкновенными художниками, которые ничего не хотят, а вот только выставить свои картины. Ну, вот это как раз говорят, по крайней мере, есть такие версии, разозлило Андропова, что если бы дали помещение, если бы все прошло тихо, никто бы об этом не узнал. Верно, 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 верно. Верно, верно, верно. Причем опыт успешный, потому что, смотрите, на следующий день после этой выставки собрались на квартире, дали пресс-конференцию западным журналистам, которая мгновенно разлетелась по голосам Америки и Би-Би-Си, да, и сказали, что, ну что ж, нам здесь не дали, значит, будем делать новую. А потом дали ведь. Совершенно верно, да, довольно скоро дали, и была выставка на таком поляне, да, в парке Измайлова в Москве, она тоже продолжалась всего, да, она была тоже продолжалась несколько часов всего, да. Да, но тем не менее, тем не менее, все это, знаете, прослужили легендами, одни говорят так, другие так, вот, я думаю, что точно можно узнать только людей, которые это хрометрировали, снимали там из-за кустов, да, но к этим архивам... Да, 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 к этим архивам у нас доступа не было, вот, и после этого была выставка в павильоне пчеловодства, после этого были выставки во всяких ДК, потому что я сам из Питера, я прекрасно помню эти выставки в ДК Газа, в ДК Невский, даже в Питере, я помню, возник такой термин «Газоневщина», потому что ДК Газа и ДК Невский, да, вот, и это было довольно сильно, это было довольно сильно, но, когда говорят о том, что, ну, а как же так, вот это пример ненасильственного сопротивления и успешного, где же тут успех, когда их всех там разогнали и картину поломали, в частности, вот, замечательную картину поломали Виталия Комара и Александра Меламида, где они себя изобразили, как Ленин и Сталин, да, совершенно верно, да, такая очень ироничная картина, вот, а на самом-то деле ведь действительно так, потому что власть дрогнула, разрешила какие-то выставки редкие, такие полулегальные, полуразрешенные, но все-таки разрешенные, все-таки разрешенные, без рекламы, но разрешенные, да, вот, и плюс к этому, ну, не знаю, там, при московском правкоме графиков, да, в Союзе художников, специально под них еще сделали вот такую секцию художников, куда можно было бы согнать этих вот людей, которые вроде как не охвачены, да, Советским Творческим Союзом художников, да, но тем не менее, как-то за ними надо присматривать, поэтому их легче вот в одну кучку сбить. Ну, власть ведь отомстила, потому что Оскар Робин был фактически выслан из страны на шестом десятке, он был отправлен в Париж, и там его лишили советского гражданства, такая достаточно стандартная... Совершенно верно, совершенно верно, власть отомстила, потому что я много разговаривал с Оскаром на эту тему, вообще фильм снимался 10 лет, и, собственно говоря, то, что сегодня зрители увидят, вот, 18.30 в мемориале Жаниса Липки, да, это вот результат работы 10 лет, и он мне говорил, что, конечно, с одной стороны, я ужасно не хотел уезжать, потому что, ну что, я, Франция, я французского не знаю, у меня знакомых там нету, С другой стороны, как человек, ну, необыкновенно какой-то благодарной судьбе и верящий, может быть, даже отчасти в какой-то рок, в предназначение, да, в этом смысле это был такой какой-то удивительный человек, он верил в свою судьбу, вот, он говорил, слушайте, ну, они же мне Париж подарили, да, и вот я 40 лет уже живу в Париже, говорил, он так немножко лукаво улыбаясь, да, вот, но, тем не менее, когда они уезжали, они, конечно, ничего не знали, как это все будет, и лишение советского гражданства для них было, ну, полное неожиданное, и, конечно, то, что он, вот, по своей жизни, по всей жизни своей прошел, прошел, вот, ну, с прямым позвоночником, вот, ни разу не согнувшись, это раз, и, во-вторых, никогда, вот, не жаловался, ничего не просил ни у кого, вот, он считал, что судьба его выведет туда, куда нужно, да, если он просто будет идти своей дорогой, и я бы просто, может быть, одно-два слова сказал про него, как, не только как про замечательного совершенно художника, но как про человека, потому что действительно такой человек, знаете, ну, с потрясающей совершенно внутренней интеллигентностью, учитывая, что в 14 лет он остался круглым сиротой, мама, папа вообще умер, когда он был совсем маленький, мама умерла, когда ему было 14 лет. А мама латышка у него, кстати. Да, 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 ну, мы об этом, я думаю, поговорим, потому что мы все-таки находимся в Риге, и это очень важно, там, несколько сюжетов есть, связанных с Аскаром и Ригой, причем таких полудетективных, вот, тем не менее, вот я вам скажу, что та внутренняя интеллигентность, которая в нем была, это, видимо, какое-то генетическое свойство, потому что воспитывать ему особо было некому, и всю жизнь этот человек как-то прошел очень светло, да, и, вы знаете, вот, за 10 лет, общение с ним, я ни разу не слышал от него ни одного какого-то дурного слова о ком-то другом. И более того, когда началась работа над этим проектом, и я стал звонить его участникам, о которых я сейчас скажу, может быть, это будет интересно слушателям, я не слышал ни одного отказа. Ну, хорошо, там, музыканты, писатели, ладно, но я звонил очень крупным художникам, и те тоже говорили, а, фильм про Аскара, ну, конечно, конечно, мы будем участвовать, это вот надо, знаете, 90 лет прожить и сохранить такое имя, такую незапятную репутацию, что даже товарищи по профессии, которые, я думаю, в принципе, не очень горят желанием, да, участвовать в фильме про другого художника, да, ни одного отказа не было. И теперь, может быть, два слова о том, кто участвует еще в этом фильме, потому что я думаю, что это интересно, поскольку там участвует, ну, вот абсолютный такой цвет творческой интеллигенции, я не люблю это выражение, ну, не знаю, как иначе сказать, которым может гордиться Россия. Не важно, где они живут, в России или вне России, это Людмила Улицкая, это писатель Владимир Сорокин, это писатель Игорь Губерман, это художник Жутовский, Борис Жутовский, живущий в Москве. Это живущие в Париже два знаменитых художника Цилков, Олег Цилков, да, и Эрик Булатов. Это, вот, как я уже говорил, такой легендарный польский человек Адам Михник, да, это гениальный, на мой взгляд, пианист Евгений Кисин. Ну, вы знаете, я могу еще долго, а, ну, вот это я должен сказать, потому что она ушла совсем недавно от нас, выдающийся культуролог, историк кино, историк театра Майя Туровская, один из авторов фильма «Обыкновенный фашизм», она тоже участвует в этом фильме и делится, кстати, своими воспоминаниями, как проходила выставка. Это фильм Рома, я напомню просто. Вы знаете, это фильм Туровской в первую очередь, потому что она его придумала, и, собственно говоря, она нашла все материалы, но я не думаю, что это тема для этой передачи, у меня есть отдельная запись с Майей, я ее снимал часа два, когда она рассказывала, как это все было. Она пришла с этим материалом и к Рому, и тот сказал, хорошо, я попробую его пробить, но тогда, если фильм получится, это будет мой фильм, если фильм не получится, это будет твой фильм. Борис Акунин ведь тоже выступает. Да, 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 и Борис Акунин выступает, нет, ну, много, я просто не хочу уже всех перечислять, вот, я просто хотел хоть немножко сказать. Какие замечательные писатели, художники участвуют в нашем фильме. Александр Смолянский у нас сегодня в гостях в программе «Встретились, поговорили». Сейчас небольшой перерыв, буквально несколько минут мы прервемся, потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас сегодня режиссер Александр Смолянский. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Говорим мы сегодня о фильме «Оскар», который пройдет в мемориале Жанни Солибки в 18.30. 18.30 сегодня, да. Фильм об одном из организаторов бульдозерной выставки 1974 года. Это такое знаковое событие в истории Советского Союза и, наверное, в целом Советского Союза, потому что его еще ведь сравнивают с Чехословакией 68-го года и бульдозеры как символ танков, подавление пражской весны и так далее. Интересно, что, как мне кажется, ведь во многом часто эпизод выводит людей из категории просто художников в категорию великих художников. И вот эта выставка, которая длилась несколько секунд, она ведь... Ну, несколько секунд все-таки, побольше немножко, да. Ну, во всяком случае, ее достаточно быстро снесли. Разные источники я смотрел, кто-то считает, что несколько секунд удалось буквально, кто-то считает, что несколько минут. Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, вот этот эпизод, он как-то повлиял в будущем на Советский Союз? Можно ли? Ну, я не стал бы в таком глобальном масштабе говорить, не знаю, повлиял он или нет, конечно. Много чего повлияло, в первую очередь, то, что экономика загнулась. Да, но, конечно же, какой-то кумулятивный эффект, когда вот одно выступление, другое выступление, одна пресс-конференция, другая. Сахаров выступил, Солженицын что-то опубликовал. Ну, наверное, все это вместе повлияло. Но, безусловно, вот таким, что ли, очень визуальным событием, которое можно было снять, как это сделал Владимир Сычев, и потом опубликовать в западных газетах, вот этот висящий на бульдозерном ковше Аскар Рабин, ну, наверное, вот как визуальное воздействие, наверное, в какой-то степени, наверное, повлиял. По крайней мере, у многих на Западе открылись глаза по поводу того, что происходит за железным занавесом. Вот Людмила Улицкая, о которой мы сегодня уже упоминали, она выступает в вашем фильме. Она была у меня на интервью и как-то сказала про шестидесятников. Феномен, на ее взгляд, шестидесятников заключается в том, что это первые люди, которые осознали, насколько они не свободны. То есть, и это осознание помогло им, в общем-то, ну, что-то, глоток свежего воздуха дать, в том числе и своей аудитории. Ну да, безусловно, я с Улицкой много на эту тему говорил, и, собственно, этому, наверное, посвящен ее роман «Зеленый шатер», да, что такое диссидентство, да. Но, тем не менее, я думаю, что, может быть, это немножко пораньше все-таки было, потому что мы знаем, сколько народу уже в пятидесятые годы пытались что-то такое писать в стол, да. Мы знаем, там, историю с Гроссманом, например, да, мы знаем там… «Жизнь и судьба». Да, совершенно, ну и все еще, да. Вот, и мы прекрасно знаем, там, того, что в самом начале шестидесятых годов история Синявского и Даниэля, да, все это писалось еще раньше. То есть, это не совсем шестидесятые, это, наверное, пятидесятые годы, но Улицкая абсолютно права в том смысле, что, может быть, массово столичную интеллигенцию, по крайней мере, питерскую и московскую, не знаю, как там было в других городах, вот, ну, наверное, это массово застрозно, действительно, в шестидесятые годы. И я вам сразу скажу, я вам сразу скажу, что одним из посылов этого фильма, по крайней мере, для меня лично, было немножко тщательнее взглядеться в шестидесятые годы, потому что сейчас есть такая тенденция, вот, проливать слезы, лить сопли, да, по поводу шестидесятых годов, как все это было замечательно. То есть, идеализация. Да, комиссары в пыльных шлемах и все такое. Но вот как раз хотелось показать, что происходило в шестидесятые годы, как этих людей гнобили, и что прекрасно на выходе шестидесятых, в семьдесят четвертом году произошло вот с этой выставкой. Но, вы знаете, я хотел бы вот очень важную вещь сказать. Вы говорите, что это был такой звездный час, который, безусловно, Оскара вознес куда-то вот на заоблачную известность. Ну, с точки зрения пиара, наверное, если говорить о временах. Да, это и так, и не так. Безусловно, без бульдозерной выставки, наверное, судьба его сложилась бы иначе, и о нем бы не узнали в мире. Но вместе с тем я вам скажу, что другой еще один герой нашего фильма, художник Михаил Шемякин, да, он говорит, что когда он в шестидесятые годы приехал в Москву, уже тогда Оскара называли подпольным министром культуры. Потому что его авторитет был абсолютно непререкаем. Причем как художественный авторитет, так и человеческий. Все считали его лидером вот этого полуофициального, то есть не полуофициального, абсолютно неофициального диссидентского художественного движения. Ну, это сообщество. А здесь уже широкая общественность, мне кажется. Да, да. Вопрос, наверное, массовый. Поэтому совершенно выдающийся художник. И можно сказать об таком эпизоде, когда известный английский коллекционер Эрик Эстерик приехал в начале 60-х годов в Москву. Он ходил по разным мастерским, он хотел что-то купить. И вот он приходил в одну, в другую, в третью мастерскую и говорил, ну, да, вот здесь вот они рисуют. Это похоже на такого-то западного художника, это на такого. И поэтому они популярны, ну, в большей степени, может быть, потому, что в Советском Союзе не знают, что происходит на Западе за железным занавесом. А когда он пришел к Оскару, он просто обомлел. Он говорит, что вот этого человека абсолютно свой мир, своя манера, никому не подражает. Поэтому он взял и купил все, что у него было, увез к себе в Лондон. Отдельная история, как это все вывозилось, потому что картины человека, не являвшегося членом Союза художников, вывозить было нельзя. И Министерство культуры не могло решить, произведение искусства это или нет. Но это отдельная история. Вот. И сделал там в 65-м году выставку Оскара Рабина в Лондонской галерее Гровнер. И, между прочим, это была первая выставка, сольная, да, индивидуальная выставка, не подцензурного, неофициального советского художника аж с 1917 года. И это было далеко, задолго до бульдозерной выставки. Поэтому, с одной стороны, да, она повлияла, с другой стороны, это очень крупный художник, поэтому и сейчас его картину можно уже встретить и в российских музеях лучших, в русском музее, в Третьяковке, и в Париже, в музее Помпиду, и в музее Майоля, да, вот, в Штатах, в музее Зиммерли вообще находится крупнейшая в мире коллекция Оскара Рабина, там картин 80-90. Просто, вот, поэтому, ну да, и повлияла, и помогла, но и без этого. Советский Союз и, в общем-то, репрессивная машина, которая существовала, на ваш взгляд, всё-таки это придавало художникам определённую силу, потому что можно вспомнить историю Бродского и суд над Бродским, который, в общем-то, стал уже таким, тоже очень важным элементом восприятия этого великого поэта. Ну, вы где-то этому учились, я думал, это от Бога известная история, когда судья Савельева ему задаёт, и этот эпизод стал классикой уже тоже. Вы знаете, весь 20-й век, который нам дал два чистых примера тоталитаризма и ещё несколько нечистых примеров, я имею в виду Испанию, Португалию, Италию, весь 20-й век шли эти споры. Лучше ли художник пишется под давлением? Создаётся ли под этим жутким давлением из графита бриллиант? И идёт ли ему это на пользу? Или наоборот? Ну, я имею в виду, идёт ли на пользу то, что он в тюрьме, то, что запрещает и так далее. Или наоборот, лучше писать свободно? Вы знаете, у каждого своё мнение. На мой взгляд, тут даже не может быть никакого спора. Во-первых, Аварлам Шаламов сказал, выйдя из лагеря, что в тюрьме и в лагере нет настолько ничего хорошего, что говорить, что вот это дало какой-то человеческий опыт, это тебя закалило, это всё неправда. При этом Шаламов написал колынские рассказы, которые потрясают свои музыки. Совершенно верно. И простотой. Такой генеральной простотой. Да, и тем не менее. Я не знаю, мог ли он написать это из чужих слов, если бы он не сидел. Наверное, бы не мог, не знаю. Но тем не менее, вот его слова, когда он сказал, что в лагерном опыте нет ничего хорошего в опыте ГУЛАГа. Это, во-первых. А во-вторых, ну давайте подумаем, сколько человеческих судеб было сломлено, сколько книг не написано, сколько жизни переломано. Мандельштам мог бы ещё написать. Да, и Мандельштам, и масса других. От Бабеля до, не знаю, кого, сколько угодно. Вот, поэтому нет, я думаю, что ничего хорошего в этом тоталитаризме нет. Ну, то есть, получается, что вопреки появлялись художники? Да, да. Ну, вот были всегда, видимо, такие упрямцы, которые шли своей дороги, слышали голос судьбы. Вот знаете, это знаменитая фраза, что переливались волны внутренней правоты. Вот как раз в этих людях, да, которые, собственно говоря, слышали голос судьбы, да, вот в них переливались эти волны внутренней правоты, и они понимали, что они правы, несмотря на то, что говорят власти, что пишут газеты, что говорят, может быть, родственники. Вы пытались этот феномен проанализировать? Потому что здесь, мне кажется, глубоко символично, что фильм про Оскара Рабина, Оскара Рабина, будет показан в мемориале Жаниса Липки. Да, можно я скажу, две-три вещи связаны именно в том, что это не просто даже в мемориале, а в Риге. Во-первых, чрезвычайно важно, что это в мемориале Жаниса Липки, потому что все-таки этот человек, ну, я не знаю, наверное, латышским шиндлером его назвать нельзя, но тем не менее, вот я сегодня был в музее оккупации до того, как я к вам пришел, да, я посмотрел на его фотографию, такой очень простой человек, по-моему, на железной дороге работал, да, вот спас 54 жизни, да, поэтому в Иерусалиме, в Яд-Вашеме ему… Там праведник был. Да, 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 на аллее праведников дерево, да, у входок там, кстати. Вот, это первое. Второе, чем сегодняшний показ, на мой взгляд, очень интересен, это то, что на нем будет присутствовать живущий в Риге внук Оскара Рабина и его мать тоже, да, вот, поэтому это тоже очень интересно. И третье, это, может быть, я два слова скажу чуть-чуть более развернуто, о том, чем, собственно говоря, Рига важна в судьбе Оскара Рабина. Дело в том, что у него мать латышка, и когда Оскар Рабин в 44-м году, как только немцев изгнали из Латвии, в 16 лет получает письмо от сестры своей мамы, тети Терезы, которая жила, там, километров, наверное, 25 от Риги, что приезжай на хутор, я тебя хоть чуть-чуть подкормлю, он садится и едет туда. При этом у него нет паспорта, у него нет денег, он ни о чём не думает вот в такого рода вещах, просто садится и едет, естественно, его ловят, естественно, его пытаются садить с поезда, он упрямо говорит, что я никуда не пойду, на него махнули рукой, он доезжает до Риги, его принимают в Академию художеств, жить ему негде, потому что у него нет прописки, у него нет паспорта, и он идёт к человеку, который когда-то любил его мать. А этого человека, я думаю, ваши слушатели прекрасно знают, это Август Кирхенштейн, который был председателем Верховного Совета долгие годы, Латвии, даже, по-моему, заместителем председателя Верховного Совета Советского Союза какое-то время, он был даже, по-моему, премьер-министром какое-то короткое время, и тот говорит, ну вот, конечно, ты недостоин того, чтобы тебе давать за всё, что ты вытворяешь, там, без паспорта и прочее, ну ладно, чёрт с тобой, и написал что-то такое на бумажке, и сказал, ну только, ты знаешь, евреи нам тут не нужны, поэтому нечего тебе носить фамилию отца, рабин, да, вот у тебя мать латышка, ты в Латвии, давай бери латышскую фамилию. А он сказал, ну с какой-то стати я буду брать, ничего не буду брать. Ну, он посмотрел на этого пацана 16-летнего, плюнул, вот, тем не менее, ему выдали паспорт, где было написано латыш, хотя Оскар абсолютно не настаивал на этом, вот, ну, через какое-то время он уехал в Москву, потому что жить ему в Риге было негде, денег у него не было, он ночевал прямо в Академии художеств, действительно, он спал там, завернувшись в холсты. Академия художеств, кстати, рядом с нашей редакцией. Да, вот, завернувшись, даже нет, извиняюсь, конечно, не в холсты, это я оговорился, завернувшись вот в эти тряпки, которые служили фоном для натурщиков, вот в это, и когда утром приходили профессора, они просто подивиться не могли на студента, который уже сутря прямо там вот у Мольберта, да, сидит. То есть, приходил раньше всех, уходил больше всех. Да, 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 совершенно верно. Вот, потом он поехал в Москву, уехал, поступил в Суриковское училище, да, в Москве, ну, и там жить было не на что, абсолютно, он был полный сиротоний, у него не было хлебных карточек, извиняюсь, у него не было этих самых, у него не было денег, у него не было где жить, тем не менее, его прописали в общежитие при Суриковском училище, да, но тем не менее, ну, а жить-то на что? Ну, хорошо, крыша над головой есть. И он решает вернуться в Ригу. Он решает вернуться снова в Ригу, но забывает при этом сняться с прописки в московской милиции. И приезжает в Ригу с московской пропиской, прекрасно понимает, что ему здесь не устроится, поэтому, как настоящий художник, он рисует рижскую прописку у себя в паспорте, да, ну, в общем, некоторое время он находится в Риге, понимает, что все-таки действительно здесь абсолютно нечего, вот, и в 47-м году, летом, по-моему, 47-го года он уезжает из Риги уже окончательно в Москву. Но тут он боится, что в Москве у него обнаружат поддельную прописку рижскую, поэтому он берет, разрывает паспорт и говорит, что у него вообще нету паспорта. И до 50-го года этот человек вообще жил без паспорта. Это три года, получается. Да, да. До 50-го года он жил без паспорта. Вот почему самая знаменитая картина Оскара Рабина, которая называется «Паспорт», и сейчас хранится вот в его семье в Нью-Йорке, да, она показывает, какое громадное значение вообще имели советские документы для, ну, что ли, идентичности советского человека. Об этом многое, Оскар, в нашем фильме говорит, вот те, кто придут, сегодня это увидят. Они говорят, что для советского человека самое главное было не цвет его глаз или волос, да, а кто ты, где ты работаешь, какой у тебя документ, где ты прописан, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, без бумажки ты букашка. Абсолютно, абсолютно, да. Вот, и вот эта такая ужаленность этой паспортной темы, ну, не только паспортной темы, визы, естественно, поскольку человек вот уехал на Запад, началась новая жизнь, это очень важная тема для его картин. И, кстати, вот раз мы заговорили уже об отъезде, ну, вообще вся жизнь Оскара, она полнится символами, но, может быть, один из главных символов, это то, что выехал он из Советского Союза 2 января 1978 года. Это был день рождения. Исполнилось ему тогда 50 лет. То есть, он уже взрослым человеком снова судьба преподнесла быть. Нет, ну, это какая-то, знаете, веха, 50 лет, да, вот как будто судьба подвела некоторый итог. Новый век. Да, подвела некоторый итог под его советской жизнью, и началась французская жизнь, уже совершенно другая, но тоже в нашем фильме мы сегодня показываем и Париж, и он гуляет по Париже, он рассказывает о своей парижской жизни, и как хорошо ему было, и как тяжело ему было, и как поразило его 400 сортов сыра, его, обыкновенного советского человека, да? Ну, вы 40 лет прожил в Париже, 10 лет вы его снимали, 90 лет он умер в 2018 году. Да, и тут тяжело было прощаться, ведь это ведь и для вас целые 10 лет. Да, безусловно, это был очень близкий человек для нашей семьи, и вообще я несколько лет жил в Париже, мы были соседями, очень часто виделись, собственно говоря, идея фильма возникла из-за того, что, ну, рядом живет такой человек, и так замечательно рассказывает, и все помнит. И вы как раз обратили внимание на то, что это художник, который умеет рассказать. Совершенно верно, это художник, который умеет рассказать, верно. Вот. Поэтому, конечно, когда Оскар ушел, это была, ну, просто большая личная боль, потеря для меня. Не потому, что это большой художник, хотя и это, разумеется, тоже, но просто это был очень близкий человек, человек совершенно замечательный. Ну, я хотел сказать о символизме. Дело в том, что Оскар жил напротив центра Помпиду, и, в общем, вы знаете, несмотря на то, что считали его таким вот лидером нового искусства, современного, модернового, он крайне не любил то, что вот называется актуальным искусством, по крайней мере, послевоенным, да. Мы не говорим там о Шагале, мы не говорим там о импрессионистах, естественно, да. Нет, вот о всяких такого рода вещах, которые выставлены в центре Помпиду, и все время немножко подшучивал. Я вот, говорит, тут сижу, рисую свои фигуративные штуки, рисую на холсте, рисую красками, использую кисточку, а не какие-то другие предметы, которые любят нынешние художники использовать. Вот, а я его спрашиваю, Оскар, а вот какие любимые художники? Он говорит, ну, естественно, те, которые выставлены в галерее Уфици, да, во Флоренции. Ну, вот ничего лучше человечество не создало. Рафаэль, Боттичелли и так далее. Вот. И надо было такому случиться, что Оскара пригласили на выставку во Флоренцию, и он приезжает туда, и накануне открытия этой выставки он умирает, да. И умирает он, наверное, там, не знаю, в паре километров от… ну, по крайней мере, выставка открылась, может быть, там, в километрах полутора от галереи Уфици. И просто так совершенно случайно получилось, мы с женой были в Риме тогда, и она говорит, давай подъедем к Оскару, навестим его в больнице, потому что он просто упал, ему сделали операцию на бедро. Вот. Я говорю, да, конечно, приехали. Он так обрадовался, говорит, ой, вот, наконец-то, меня снова стали навещать друзья, и я уже не в больнице себя чувствую, а как будто я себя в студии, в мастерской себе ощущаю. И потом так посмотрел, он говорит, я, говорит, тут вот не отлыниваю, я тут не прохлаждаюсь, вот я шесть дней в больнице, и я сделал шесть рисунков. И вообще, говорит, у меня открылось второе дыхание, вот, я как-то долго не делал рисунков, а здесь вот мне захотелось. Вот. Поэтому, честно говоря, понятно, что когда в 90 лет человек падает, оказывается, в больнице, в общем, такой плохой звоночек, да. Но, тем не менее, когда мы с ним расставались в тот вечер, мы так обнялись и договорились, что мы через недельку-другую встретимся в Париже, и всё будет замечательно, и поэтому, ну, вот. Он умер в больнице. Да, он умер в больнице, ну, я толком не знаю, от чего. Скорее всего, не выдержало сердце общего наркоза, когда ему делали, да, то есть, он прошёл через эту операцию, да, и прошёл хорошо, в общем, всё нормально, в общем, было там, да. Вот, ну, видимо, вот, что-то такое на сердце это повлияло, общий наркоз, по крайней мере, мне так говорили люди знающие, я сам не медик, вот, они объясняли это таким образом. Но он жалел о чём-то? Вот он вам рассказывал о том? Ой, вы знаете, я вообще не думаю, что Аскар был из тех людей, которые о чём-то жалел, по крайней мере, чтобы говорил об этом вслух. Как я вам говорил, вы знаете, у него было такое футуристическое отношение к жизни. Ну, вот как идёт, так идёт. Поэтому, ну, а что же, на кого гневаться, там, на Господа Бога, что ли, или там, на свою судьбу, он считал, что он человек, родившийся под счастливой звездой, несмотря на всё, что я рассказал, да, сиротство, да, мытарство и так далее, вот, и совсем он в Париже не богато жил, по крайней мере, долгие-долгие годы, потом, конечно, когда пришла всемирная слава, да, и уже картины там можно было продать. Опять же, не за какие-то сумасшедшие деньги, как многие современные художники продаются, но, тем не менее, вполне мог безбедно жить, французская мэрия ему выделила прекрасную совершенно мастерскую двухэтажную с высокими окнами, а ему больше ничего не надо, он всю жизнь где жил, там и работал, и наоборот, где работал, там и жил. Вот, поэтому всё, что ему надо было, это, чтобы было много света в мастерской, он с утра до вечера работал. Я совершенно был поражён, когда человек в таком почтенном возрасте вот встаёт утром, да, делает зарядку, принимает холодный душ, а после этого идёт и работает. Сегодня, в 18.30, в мемориале Жанни Салибке, фильм «Оскар» об «Оскаре Рабине», который снял Александр Смолянский. Приглашайте у нас. И, секундочку, секундочку, и Евгений Цымбал, потому что у фильма, да-да, вы сказали в начале, но я ещё хочу сказать в конце, потому что у фильма два автора, Евгений Цымбал, замечательный режиссёр, и мой близкий друг, и я, поэтому я хочу сказать, что это мы сняли фильм. То есть, это совместная работа. Да-да-да, совместная работа, также, как предыдущий фильм «В поисках потерянного рая» мы делали вместе, да-да. Приглашайте, у нас есть несколько минут. Почему нужно прийти? Ну, мы, собственно, об этом и говорили в течение часа. Нет, ну, фильм, на мой взгляд, на мой взгляд, будет интересен всем, кому интересно искусство, кому интересно вот такая история сопротивления человека, который не желал расставаться с внутренней свободой, хотя жил в стране, в которой эта свобода, мягко говоря, не сильно поощрялась, да. Вот. Этот фильм будет интересен тем, которые вообще вспоминают о диссидентском движении, потому что, вы знаете, вообще я бы поправил, это фильм не о Скаре Рабине, это в первую очередь фильм о трех десятилетиях советской истории, и поэтому в этом, которая отразилась, естественно, в судьбе Рабина, поэтому советская история показана через судьбу Рабина, а судьба Рабина показана на фоне советской истории, и в этом фильме масса абсолютно уникальных документальных кадров. Которые нигде до этого не… Да, которые нигде до этого не показывались, мы нашли это в архивах России, Греции, США, Германии. Там можно будет увидеть цветные кадры похорон Сталина, можно будет увидеть первый глоток Кока-Колы советским человеком на американской выставке или реакцию советских людей на нашествие иностранцев в Москву в 1957 году. Когда фестиваль молодежи студентов в 1957 году можно увидеть, как в Леонозово, где был барак Аскара Рабиной, где, собственно говоря, жила вся эта семья, был праздник песни, как с самолетов разбрасывались листовки на этой поляне, где стояли люди, с текстом песни о Сталине, которую надо было петь. То есть масса-масса замечательных совершенно кадров или, например, известные довольно кадры, как Хрущев громил абстрактное искусство, но с другой стороны есть кадры неизвестные, по крайней мере, в широкой публике неизвестные, реакция Хрущева, когда он в первый раз сталкивается с абстрактным искусством. Показано, как Сергей Михалков громит это абстрактное искусство. Тогда здесь Степа и советского гимна. Совершенно верно, да. И российского тоже двух. Да, 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 да. Продолжайте. В принципе, нам осталось добавить, только что сегодня 18.30, в мемориале Жаниса Липки, фильм, Оскар Александра Смолянского и Евгения Сыбова. Да, совершенно верно. Приглашаем всех. Спасибо вам, что пришли. Приходите, буду рад всех увидеть, будет дискуссия. Что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.